Доброе, прекрасное утро! Здесь наши котечки. Один и второй. Один греется, так как он замерзает. Сфинкс на солнышке. Капитошкин пошел. Наверное, баба что-то там достает. Красивые туши у нас сегодня. Какие перышками. Посмотрите, красота какая. Пойдем провожать все вместе. У нас приезжал к нам Никитос, он Стрикси. Пока ты что-нибудь провожаешь? Не знаю. Он у нас Стрикси здесь, у Ленева. Вон банка трехлитровая. А сейчас холодно как-то здесь. Но он степлеет, хоть или нет? Ой, какой дубак. Кошмар! Ну как это так резко? В 18-19 градусах. Резкое похолодание. Резкое похолодание. Я вчера еще, кстати, клубнику поливала. Это для тех, кто... Кого передирает аж, когда они видят, как родители работают, а я отдыхаю. Да клубничку поливала, не переживайте. У нас все под контролем. Вот так вот, хулиганы. Вот. Короче, как-то так. Расстроенная сегодня с утра несправедливостью. Про секту якобы Виссариона. Про якобы секту. Слышь? Как только человек становится неугодным... До какого будет здесь? До конца месяца. Я понял, а до числа каких? А? До числа каких? Ну, может, до 30-го, не знаю. Может, до 1-го, даже октября, 2-го, 10-го до 20-го. Да нет, надо домой уже ехать, мне там к дел полно. Не надо не только заехать, надо еще и кое-что там сделать. Ой, а что я стою-то в этом? Надо было на солнце мне выйти, и все. Тут хотя бы теплее. Тут солнышко прогревает. Солнышко, я тебя люблю! Провожаем ребенка-жеребенка. Гоу, вчера помыла. Красотка такая. Сумозомбик. Мам, ты куда пошла? Пошли. Ну, подожди, сейчас он скроется. Да. Скроется. Какой прекрасный день. Чудесный, чудесный, солнечный день. Ой, вскрылся, даже не заметила. Голодая Мелиса вон растет. Подергала бы, да посушила бы. Вон, молоденький лис. Видишь? Это то, чем... Ну, скажи бабу, я побегать хочу. Это то, чем нас кормит баба-мама в обед. Мы решили все-таки сегодня пообедать и поехать по делам. Вот, после обеда поехать. Она говорит, выбирай, какие маслы тебе больше подойдут. Я себе выбрала вот эти маслы. Вкусные, наверное. Да, папик? Видите, моя прелесть. Мамкина. Не дает бабушку разгуляться, да? Не дает, совсем не дает разгуляться, да. Скажи, не побегать, не ничто. Он пытается поиграться с адиком, а адик так как голый, а капитон его корябает, он не любит. Он рычит, он прям от него бегает, рычит. А ему иногда так хочется призвиться, так хочется побегать. Хотя, говорит, кошки, вот когда им 13 лет, они уже возраста 68. То есть к нашему человеческому возрасту они приравниваются. Ну, то есть вот если кошке 13 лет, то это как если бы было бы человеку 68 лет. Так что я говорю, они у нас пенсионеры. Пенсия наша. Пенсия. Где пенсия ваша? Почему вам пенсию не носят, а? Почему не носят пенсию, зая? У нас легкий такой. Я тебя снимаю, батя. Чё, куда его гнать? Ворота. Ворота? А чё он у тебя такой топорылый? Вот такие топорылые. А? Давай, давай, иди. Давай, давай. Ай, куда ты, куда ты, куда ты? Тихонько, неси потихонечку, потихонечку, чтобы он не суетился. Поактивнее его гнать надо, батя. Поактивнее он и смываться, наоборот. А чё ты его через гараж не хочешь? А ты же не заходишь в гараж. Так он побежал. А? Побежал вон. Ну, сейчас снимай гаража. Надо его с двух сторон, батя. Давай, сточет. Вот. Что это он не хочет тут? Чё это он не хочет? Ещё хотела вам рассказать. Начала с утра и так и не закончила. Вчера по телевидению увидела репортаж, прямо причём на первом канале, в новостях, что якобы нашли, обнаружили очередную секту, которой уже, кстати, 30 лет. Да, и когда этот репортаж прошёл, ну, типа того, что они там отнимают деньги у населения и так далее, когда после того, как репортаж прошёл, я сразу сказала, ну, видно, кому-то он до Нарарогу перешёл. А я вам хочу такую историю рассказать. Помните, я отдыхала в Дубках, в таком вообще райском месте, реально райское крутое место, которое сейчас практически вообще днём с огнём не сыщешь. Мало того, что там не бухают, там не пьют, там запрещено распитие спиртных напитков, эта турбаза принадлежала протестантской церкви. Вот, там нельзя пить, кричал, алкоголь, нельзя курить, там очень тихо, спокойно. Вы можете пересмотреть мои прошлогодние видеоролики, где я отдыхала. И в этом году я тоже хотела отдохнуть. Я позвонила туда знакомому одному, и он говорит, а эту турбазу забрали. Там всячески последние годы постоянно приходили и постоянно якобы вызывали по жалобам соседям, что очень шумно на этой турбазе. Туда вызывали полицию. Даже у меня есть видео на моём канале, как я общалась с этой полицией. Это в моём присутствии было. То есть всячески пытались такими вот способами её отъять, скажем так. И вот в этом году им пришлось, они вынуждены были отдать эту турбазу, потому что, ну, просто их не оставляли в покое. Просто кому-то эта дача, ой, дача турбаза это приглянулось. Вот. И когда вчера тоже вот этот репортаж я увидела, я сразу поняла, что это, ну, как бы, как бы, как бы, дорогу перешло. И действительно, короче... Так, попозже вам расскажу. Ну, я, в принципе, при родителях это уже говорила. Вот, ну, или сказать сейчас, или не сказать, или потом. Ну, короче, я зашла там в определённый портал, на определённый информационный портал. И, скажем так, гонение уже в отношении этой общины, то есть это некая такая община, в которой была своя собственная школа, которые действовали, жили практически автономно, никому, собственно говоря, не мешали. Пришли они туда 30 лет назад, на таёжную землю, когда ничего не было, и они всё заново, то есть эту общину отстраивали заново. Там в этом репортаже показали, якобы у них там изъяли оружие. Но это тайга, там, как бы, звери, да, и там, ну, без оружия никак. Причём они были вегетарианцы, то есть они это оружие использовали не для того, чтобы, там, отстреливать дичь какую-то, да, и незаконно, там, вести отстрел охоту, а потому что, ну, как бы, тайга есть тайга, там и медведи же ходят, и, ну, мало ли, животные могут напасть. И жили себе вот 30 лет, они не тужили, причём там были необычные какие-то, да, такие трудяги, работяги, а очень много интеллигенции, артисты туда приехали и остались там жить. Глава какого-то района даже брали интервью, смотрела видеоролик, но, естественно, не тот, который транслировался на ТВ, а потом в интернете нашла его, там даже приезжали такие, как бы, лица в чинах в определённых, оставались там жить, потому что действительно место такое, ну, вот, такое райское место. И эта земля или прилегающая территория была передана под какие-то разработки, Елисей, золото. И, собственно говоря, я сейчас мысли в голове соберу. Ладно, я вам лучше потом расскажу. Сейчас мы доедем до местного назначения, сделаем свои дела, приедем, будем набирать воду, и я вам доскажу эту историю. Это, кстати, помада у меня подходит под этот цвет, это не особо видно, это помада из новой линейки HD Color, это которая с матовым финишом, как красиво, посмотрите, посмотрите, какая красота, красиво, с каждым днем все желтее, жильнее. Не нашла, мам? Я нашла тебе, да? Такие возьмешь. Маленькие, маленькие, дожди, вот эти вот, которые... Маленькие, самые. А, самые, а с чего нет? Ну, кофейная такая, вот еще кто-то, я бы не осталась здесь. Мама, открой, пожалуйста, меня. Посмотрите, какая красота вообще, какая красота. Мне мамка пошла там лекарства получать. Батя, как обычно, поехал, даже не глядит, не глядит. И выписали лекарства, как диабетику. И она там должна получить. Ну, так вот, про эту общину. И, значит, на чем я там хоть остановилась? Ой, так хорошо вообще. Честно, меня так возмутила вот эта вот несправедливость и... и вообще все то, что сейчас происходит, многие такие моменты. Ну, про этого Виссариона, про эту общину. Жили они себе, никому не мешали. И тут на их территорию стали посягать какая-то организация. Это вот как, знаете, с шиханами было, как вот недавняя история с Куштау, с горой. Вот. И получается, что вот этот балкончик мне нравится. Вот этот Виссарион. Жили себе, жили спокойненько, пока не стали нарушать границы, пока не стали на эту территорию как бы претендовать. и тут же пошлись обыски, тут же стала приезжать там ФСБ, что там приезжает, проводить допросы и так далее. В итоге... ... Иду туда, кстати, прогуляюсь. В итоге сейчас их посадили, ведется следствие и вчера вот этот репортаж как раз показывали. Я могу вам сказать, что я вообще была много где. Я была у протестантов, у кришнаитов, у индусов, да, почти во всех мастей, религиях, конфессиях. И многие из вас, может быть, и многие в любой момент могут их также назвать сектой какой-то, но где бы я ни была, у меня нигде никогда не вымогали ни деньги, ничего с меня не требовали. никаких репрессий в отношении меня, никакого психологического давления, насилия не производили. да, и у нас настолько все в стране, однако, если ты кому-то мешаешь, переходишь дорогу, сильном мира всего, да, то сразу на тебя начинают копать. То есть 30 лет существовала община, никому не мешало, это был оплод, скажем так, доброты, тепла, солнца, многие очень хорошо отзываются, жители, живущие в этом, по-моему, Красноярске крае, очень отзываются хорошо об этой общине, вот, говорят, что они вообще миловидные, добродушные, никому не мешающие, действительно, такие располагающие к себе люди, очень много интеллигенции было, таких порядочных людей, и в итоге просто, а ведь это как преподносится, это преподносится по центральному телевидению на Первом канале, что они какие-то изверги, что они секта, что там удерживают людей против их воли и так далее, просто посмотрите, чтобы иметь какую-то другую точку зрения, посмотрите противоположные репортажи, вот, когда вам преподносят что-то по телевидению, да, причем, например, есть же врачи, которые вот взять сейчас вакцинацию против вот этой гриппы, есть врачи, которые выступают за и есть, которые выступают против, есть две точки зрения, да, есть две точки зрения врачей, да, с медицинским образованием, как это люди говорят, а есть ли у них медицинское образование, да, с медицинским образованием, только точку зрения за вакцинацию, и сейчас идет активная пропаганда по телевидению озвучивается, а я вот отца спрашиваю, говорю, папа, выступали врачи, которые выступают против вакцинации, нет, ни одного врача, нет ни одного человека, ни одного специалиста, который выступал бы за противоположную точку зрения. И только в интернете вы можете найти врачи, которые все это не просто озвучивают, но все это еще аргументированно озвучивают все свои там за и против. Вот. Короче, как-то так. Домико красивый. Там такие нравятся мне. Жирновск, хорошенький городочек. Красиво. Мило. Уютно очень. Сегодня теплая погода. 24 градуса. Надеюсь, вы поняли с той сумбурной речью, которую я вам сказала. Я просто настолько сегодня была... Ага. Так, сейчас. Настолько я сегодня была... Ходи, ходи пока еще. А что? Хочу сам лекарства не найти. Чего они найдут? Лекарства не найдут? Лекарства не найдут. Снился, где твой. Вот он, сейчас. Ну, короче, у меня сегодня такая распирала вообще просто от несправедливости, которая сплошь и рядом творится. Так я тяжело переживаю вот эти вот моменты. Реально, когда я, говорю, смотрела вчера репортаж этот, я понимала, что это все заказное сразу же. Вы просто посмотрите на лицо этого Виссариона и на тех людей, которых хотят посадить. Вы просто вот глядите в их лица, на выражение их лиц, на ту энергетику, которая от них исходит. Просто даже по таким внутренним ощущениям. Но из них хотят сделать преступников. Взять, например, Катю Гордон. Как только она взялась за развод жены Чайки с генеральным прокурором, я не знаю, просто бывшим генеральным прокурором или нынешний, два предыдущих адвоката отказались иметь с ней дело с женой Чайки, которая хочет с ним развестись. Причем она не имеет никаких имущественных претензий, требований от мужа. Она просто хочет развестись и определить место обитания детей. Что-то мы нашли или нет? Да нет, она снилась, что-то написала. Вот, и как только Катя Гордон взялась за это дело, так тут же сразу на нее начали копать компромат. Всякие разные. Стали снимать репортажи заказные и так далее. А все другие адвокаты, до этого два адвоката, они говорят, мы, к сожалению, не можем взяться за ваше дело, потому что мы боимся, у меня и ребенок есть. Один из, вот по словам Кати, один адвокат отказался, она говорит, у меня есть ребенок, я боюсь связываться. Она не побоялась, и в итоге сейчас вот на нее начались гонения какие-то в дежурной части, какие-то репортажи, якобы она проводит тренинги и обманывает людей. Ну, короче. Один производитель стоит 130 рублей, другой производитель 260. Ну, передапливаю, что я себе взяла. Так вот, даже, ты купила сейчас что-то? Да, купила. Надо было через карточку взять. Ну, я тебе сказала, я куплю себе таблетки. Ну, не слышно. Сказала, подождение, не могут найти лекарства, ты вот это мне сказала. Я в машине, когда мы ехали, я сказала, что я не могу дать, потому что сейчас мы еще поедем в Асмаркет. Мы брали, ну, как брали, да, брали, покупали там газовую плиту, газовую колонку, и там маме втюкнули карточку Йота, сим-карту, бесплатно, типа того. Вот, а сейчас же как? Сейчас же не такие карточки, что вставил, сколько наговорил, столько и заплатил. Как правило, сейчас во всех операторов, у всех операторов сотой связи у них абонентская плата. То есть, если ты вставил, наговорил, не говорила, а 350 рублей, там, или сколько-то, вот у меня 450 рублей должен заплатить. Мало того, что не дали никаких документов, никакого договора, то есть, есть им карты, мы не знаем ни номер телефона, никакой тариф. Вот, сейчас пойдем выяснять, что за карту она получила. Ничего не объяснив, сучили ей карту.